Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Анашенков – IT-директор Бурнас Курбанова – менеджер проектов «ЛГАЗ» И Анара Сабенова – маркетолог Назергер Зашева – координатор проектов Я предлагаю, поскольку у нас такой дружеский формат, живой, очень открытый, динамичный Давайте, не знаю, поддержите вы меня или нет, мы как-то не обсуждали этот момент Будем обращаться друг к другу так, как мы это делаем в обычной жизни Потому что мне, вот честно, будет очень как-то непривычно Марину называть на «вы» Мы уже давно с ней знакомы Марин, я даже, честно, не знаю, как отчество у тебя Я потом тебе скажу Вот, поэтому Кому-то я буду обращаться на «ты», кому-то на «вы» Ну, то есть абсолютно такая, естественно, у нас сегодня атмосфера Свободная Я напомню, что трансляция у нас идет в Фейсбуке, на наших аккаунтах в Фейсбуке и на YouTube Слушатели имеют возможность задавать вопросы Их можно будет написать прямо во время прямого эфира У нас есть администраторы, которые их читают И отправляют мне, я их зачитываю в эфире Нашим пикерам будут адресованы Либо это может послужить какой-то пищей для дискуссии Но, опять же, повторюсь, со вчерашнего дня к нам поступают различные вопросы Сегодня мы не говорим о ценообразовании в отрасли нефтегаз Мы не говорим о кадрах Мы не говорим о кассодержании Это такие узкие, ну, такие экспертные вопросы Мы сегодня говорим о возможностях для продвижения на рынке в постпандемический период Поэтому, первое, вот, Марина, привет! Как дела у тебя? Что ты там пьешь? Кофе, чай? Расскажи И параллельно, параллельно, давай поболтаем о том Что вы делаете сейчас своим большим, блистательным, очень профессиональным департаментом нефти и газа Вот в этот такой спокойный, я не хочу его называть, кризисный Но такой спокойный период, находясь дома Чем вы занимаетесь, над чем работаете? Расскажи, пожалуйста Ну, мы на удаленке, так же, как и все Мы на удаленке Чем занимается нефтегазовый департамент? Чем еще живет? Ну, если у нас такая дружеская беседа, да? То мы помыли окна, перебрали все шкафы Мы заново знакомимся с собственными детьми Потому что в режиме 24 на 7 это оказались совершенно другие люди Мы восстанавливаем новые связи, новые взаимоотношения в семье Среди нас есть человек, который пишет диссертацию Совмещая это с работой Это всеми нами любимые на зерке Самый популярный О, на зерке, молодец Да, самый популярный среди наших компаний, участников Ну, и самое главное, что сейчас мы делаем Мы не восстанавливаем, а создаем новые отношения с нашими участниками С нашими компаниями, клиентами Мы много общаемся Мы пытаемся сейчас вступить в какую-то такую активную фазу диалога Узнать, чем живут наши участники Какие у них проблемы Какие у них истории Истории бывают такие самые неожиданные Вот примерно вот этим мы и занимаемся Мы общаемся активно очень между собой Нужно сказать, что при активной поддержке технической Мы очень быстро и оперативно в течение двух-трех дней Мы ушли на удаленку со всеми офисными удобствами Спасибо большое Алексею и его департаменту Поэтому мы общаемся между собой И активно общаемся с клиентами Пытаемся выяснить, пытаемся понять Какая же будет у нас структура и деловая программа к осени Вот этим мы сейчас активно и занимаемся Вот ты чуть-чуть слукавила и соскромничала Как всегда ты это делаешь Я не про Лукафо, а про то, что ты скромничаешь всегда Поэтому скажи, вот мы с тобой переписывались очень часто В этот период ты всегда писала У нас скоро онлайн-митинг У нас сейчас глобальный митинг Вот расскажи, что на этих митингах обсуждаете Что вы там делаете, что творите Ну, разные темы для обсуждения у нас есть И, ну, вообще, нужно сказать, что митинги у нас проходят не только онлайн Вообще вся, как бы, ну, дух компании Тесса И сама, как бы, политика компании Тесса Она направлена на то, что нас стимулирует всегда делиться идеями Мы делимся абсолютно любыми идеями Мы делимся этими идеями для того, чтобы дать им жизнь И, в принципе, у нас не критикуют идеи никогда И благодаря нашим креативным сотрудникам Основные креативные мы сегодня ставим здесь Это и Маша, и Алексей, и Денис Все идеи, они имеют право на существование Они все претворяются в жизнь Нас всегда поддерживают Поэтому поводов для встреч у нас всегда очень много Буквально сегодня, до обеда Мы встречались, и Оля, Ольга Римаренко Проводила нам такой мастер-класс Семинар Обсудим неожиданную тему Как выйти из карантина без плюсов веса Мы делимся разными идеями Связанными с работой и не связанными с работой Мы очень любим общаться между собой И очень любим общаться с нашими участниками Хорошо Так, тогда у меня вопрос Гульнас Гульнас, привет Привет Так, привет, ты нас слышишь, все хорошо Мы тебя слышим, скажи еще раз привет, чтобы мы проверили звук Да, всем добрый день Отлично Гульнас, вот Марина сказала, что вы активно общаетесь с клиентами Всегда находитесь с ними на связи И я так поняла Ты, наверное, основной контактное лицо в Мештегазом департаменте Так, поделись О чем сейчас говорят участники Что они тебе такого сокровенного рассказывают Вообще, как они себя чувствуют И планируют ли присоединиться к осенним проектам Как сказала Марина Мы на связи с клиентами с самого первого дня карантина И участники наших выставок и конференций Рассказывают нам, как уходят тоже на удаленный режим Как они выстраивают работу Как меняются коммуникации уже с их клиентами В условиях, когда нет коммунировок В условиях, когда нет личных встреч И мы и участники отмечаем, что сейчас Общение с клиентами выходит на какой-то более качественный Доверительный уровень И всем нам, конечно же, не хватает живого общения Потому что лично я сама каждый день убеждаюсь Что за каждой компанией, за каждым брендом Стоят в первую очередь У меня не слышно Ты чуть-чуть пропадаешь, но мы тебя волнили Давай, продолжай И в этом плане мне очень повезло с командой работать Мне очень повезло работать с нашими клиентами Это действительно честь работать с нашими участниками С нашими партнерами Что касается нашей команды То сейчас компания ИТЭСа проживает такой интересный И необычный период Я думаю, впервые за эти 28 лет Когда ни один из наших сотрудников не находится в командировке Когда ни один из сотрудников не находится в пабельоне Когда мы все в сборе Может быть, да, не в офисе Но удаленно мы можем собраться на действительно общие собрания Организовать брейнсторминги И вот один из плюсов карантина Сейчас практически каждый отдел нашей компании Занимается проектами Для которых не хватало времени В период выставок В период частных командировок Например, ИТЭС сейчас занимается Новым личным кабинетом для участников Когда мы загружаем документы по стенду По проживанию Субборы, акты Мы работаем с архивом этих документов Чтобы клиентам было удобно получать Все материалы И в год для нас Какие-то другие дни, недели И, наверное, пользуясь случаем Я бы хотела попросить наших постоянных участников Написать нам какие-то пожелания По поводу новых сервисов Может, чего-то не хватало В прошлые годы И, может быть, даже Кто-нибудь из слушателей эфира Захочет протестировать новые функции И дать нам обратную связь Мы будем очень благодарны То есть, этот сервис доступен сейчас на сайте? Да, он доступен Он всегда был доступен Но сейчас мы его доработали Окей Спасибо Тогда, раз уж речь зашла о клиентах Давайте перейдем к клиентам Айна Айна, в случае, пожалуйста, микрофон Так, все Айна, включай микрофон Айна, привет Как дела у тебя? Нормально, хорошо Главное, чтобы меня слышно было Тебя слышно и видно Прекрасно выглядишь сегодня Красавица Айна Каспийский трубопроводный консорциум Участвует Я уже не помню Сколько лет Давно На проектах Нефтегазовых проектов Выставочных Может, Марина вспомнит Сколько лет вы на Киоге Участвуете Но Не суть Важна Вот Когда мы с тобой Разговаривали Я тебе сказала Что у нас такая идея Онлайн Собраться И поговорить То, чем сейчас живет И какие у него планы Ты так С радостью отреагировала И сказала Конечно, я буду участвовать Я вообще так люблю Киоги И мы даже как-то Сделали небольшой экскурс В историю И вспомнили Что первая твоя Киоги Состоялась Ну, вот когда ты уже работала В КТК Это был 2016 год Да? 2016 год Напомню 16 Вот Ну, уже 34 года Достаточно хороший Срок Чтобы оценить И сказать Чем полезны Чем полезны Такие мероприятия Или, может, не полезны Может, у тебя есть Какие-то Замечания Может, ты бы Сказала Вот, знаете Я как Пиарщик И Работник, который Отвечает за Работу со СМИ И Продвижение бренда КТК Мне недостаточны Вот такие-то Какие-то Ресурсы Вот здесь Команда ИТС И команда Киоги Чуть-чуть Не добирает То есть Расскажи Вот Свои ощущения Свои впечатления Об участии Все-таки Уже Несколько лет Подряд Я думаю Ты имеешь Право И имеешь Все компетенции Сделать Какой-то Такой Анализ И озвучить Его сейчас Продолжим Коллеги Всем привет Спасибо Что пригласили Сказать Возможность Сообщаться Увидеться И Поделиться Какими-то Идеями Ну И запланировать Осенний Период Все-таки Я надеюсь Что Осень У нас Будет В обычном Режиме И Мы В обычном Режиме Продолжим Работать Ну Как раз Есть Возможность На таких Встречах До 16 Года Я Когда Пришла В ТТК Практически Мое Первое Мероприятие Это было Это Киоги То есть Я устроилась В августе И Сразу Уже В Сентябре Уже Проходил Киоги И То есть Я В Организационный Момент И Не Участвовала В Горбакосах Я Пришла Как Бапа Марина Это Помнит Хорошо И Я Когда Приехала Смотрю Наш Стенд Где-то Там В 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 Участие На Этой Выставке Вот Ну По Мероприятия Все Прошло Там Руководитель Киоги ДК Болдинг Он Прочит Приехал Присутствовал И Все На Это Мероприятие У нас Тогда Речь Закончилась На Стенд Был Мои Коллеги С Атрал Стояли Вот Я Тогда Не Совсем Понимала Смысл Участия И Я Начала Вот Мационары Вот Партнеры Там Марина Мы Начали Обсуждать Я Начала Задавать Вопросы Так как У меня Вопроса Не было Именно По Участию Компании На Выставке Мне Важно Было Понимать Что Мы Получим От Этого Понятно Что ДК Ничего Не Продает Негатив И Не Предоставляет И Там Наши Участие Только Имиджевый Характер Ну Если Лучше Имиджевый Характер То Надо Наверное Максимально Использовать Эту Площадку И Возможно Благо Тот же Год Мы И Раз Уже Марина И Женар Вот Абсолютно Так У нас Будет Наверное 17 Год Участие И В 17 Году Прям Очень Хорошо Прошло Мероприятие У нас Тест Тест Поменяли Марина Напомни Какой Павильон Это Основной Да Айна Айна Виде Виде Тогда Будет Лучше Тебя Слышно А то Прерываются Хорошо 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 И В 17 В 18 Площадка, где мы могли бы максимально развернуться, если честно, для КТК. Тем более мы на отравой лонгарского этого не участвовали никогда. Поэтому очень благодарю команду Мариной, что помогаете, подсказываете, поддерживаете. Как я уже говорила, для КТК участие на Кёге это такой имиджевый характер несет. Для нас важно наше присутствие, наша репутация. И учитывая, что мы также являемся крупнейшей компанией, крупным транспортировщиком, для нас важно быть именно на таких ключевых событиях. В принципе, я не помню, что ты задавала, что надо. Какой же вопрос? Но наше участие. Я довольна своим участием на Кёге. Все прекрасно сказала, Айна. И на мой вопрос, в принципе, ответила. Единственное, ты так не стала, скажем, откровенно говорить, что тебе нравится, а что нет. Но мы всегда это все с тобой обсуждаем. Я вот скажу тогда Зайну, позволю себе. Да, у нас была такая ситуация, когда вот Айна впервые пришла в КТК, и ее первая претензия по поводу мероприятия была действительно по локации стенда космического трубопроводного консорциума. Но вот Марина быстро решила этот вопрос, уже на следующий год они уже стоят в совершенно другом павильоне. И, в принципе, вот благодаря Айне и ее такому неспокойному нраву и участие не только самой компании, но участие первого руководителя в мероприятии, оно поменялось. Когда Масутович у нас стал замечен не только в рамках ВИП-тура, но также он у нас активный участник конференции, он моделирует у нас сессии. И однажды выступал как спикер, он очень такой признанный авторитет, и нам очень приятно, когда он уделяет внимание нашим мероприятиям. Айна, спасибо тебе большое за такой твой вклад и активность в рамках этих мероприятий. Жанар, прости, перебью, я просто хотела, пользуясь случаем, сказать спасибо компании Каспийский трубопроводный консорциум за участие и за поддержку, потому что эта поддержка выражается не только в участии, но и в постоянных коммуникациях. Мы постоянно на связи с Айной и Гергильдем Аксучном, неоднократно давал рекомендации, важные очень для нас, в такие какие-то переломные, непростые времена. Мы очень вас ценим, спасибо вам за участие, вам большое. Надеюсь, что наше с вами партнерство будет еще продолжаться долго-долго. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо, Жанар. Я теперь у меня вопрос к Марии. Мария у нас отвечает в компании Теса за пиар и маркетинг. Она сказала, что в рамках своих потребностей, потребностей КТК, в том, что нужно поддерживать бренды, это большая компания, известная на рынке, но на мероприятия они приходят не за тем, чтобы продавать какие-то услуги. Они говорят о том, что КТК ведет крупные проекты, КТК – это крупный транспортировщик. Вместе с тем, Айна также использует площадки, выставки, конференции, чтобы рассказать о социальной ответственности компании. В 2019 году мы делали ватрау семинар на выставке, он вызвал большой интерес, был от ШЛАП. Все пришли послушать о САЙГАках замечательных, о проектах с National Geographic, значит, с National Geographic тоже будет что-то. Я же не зря это сказал. Поэтому, Маш, расскажи, пожалуйста, что еще может предложить ИТЭСа, как еще можно использовать эти площадки не только крупным брендам, не только крупным компаниям, но и тем, кто только-только выходит на рынок или те, кто оказывает разные услуги, поставляет товары. Что вы можете предложить как на оффлайн площадках, так и сейчас на онлайн каких-то, может, ресурсах? Как вы поддерживаете своих клиентов? Ну, смотри, если мы говорим про оффлайн площадки, то здесь важно помнить о том количестве задач, которые может решить выставка. То есть это и продажи, и маркетинг, и имиджевая составляющая, в случае КТК. Это и HR, и GR, и PR, и нетворкинг. То есть большое количество задач, и, наверное, это один из немногих инструментов в бизнесе, который позволяет к этому комплексно подходить. Поэтому в оффлайне здесь, конечно, важно взаимодействие участника и команды выставки для того, чтобы правильно определить цели участия и в дальнейшем выстраивать стратегию участия. Но если говорить сейчас про онлайн, то, конечно же, мы всегда на связи с клиентами. Конечно же, основная сейчас задача наша, как организаторов событий, быть максимально полезным нашим участникам и посетителям. Мы регулярно делимся полезными контентами. Мы проводим какие-то онлайн-вебинары с участием наших участников, либо приглашаем каких-то сторонних спикеров. Однозначно мы размещаем очень большое количество новостей о том, что сейчас происходит в жизни наших клиентов. То есть это может быть и жизнь на удаленке, это могут быть и какие-то новые идеи по диверсификации бизнесов, это и анонсы каких-то новых продуктовых линей. То есть здесь, на самом деле, мы стараемся делать все, что мы можем делать. Я думаю, дальше у нас Анара покажет слайд со всем пакетом инструментов и тем объемом базы, которым мы обладаем. Потому что база данных – это наша гордость. У нас очень емкая база данных, которая четко сегментирована по индустриям. И чем действительно мы можем гордиться, это то, что она у нас актуализируется постоянно. У нас практически нет мертвых душ. Соответственно, конверсии по всем нашим инструментам достаточно высокие. Я думаю, что Анара может наглядно это продемонстрировать и более подробно рассказать. Я сейчас поделюсь слайдом, чтобы визуально были видны эти цифры. А Анара уже более детально по каждому инструменту пройдет. Если ты не против, конечно. Я совершенно только за видеть Анару в эфире. Анара, пожалуйста, мы все так соскучились друг по другу, поэтому… Добрый день. Слайд можно, да, Леша? Леша, можно слайд показать? Сейчас Маша поделится. Секундочку. Ну, значит, как только участники у нас подтверждают уже свое участие, мы, конечно же, предлагаем различные инструменты маркетинговые, бесплатные, которыми могут воспользоваться наши участники. Но сейчас Маша покажет наглядно наш слайд. Леша, мне помощь твоя нужна. Сейчас, секунду. Не видит он, почему-то не отображает его. Так, что-то стало меняться. А вот, Леша, получилось, да, видно? Да, загружай. Все, у меня отображается, у вас видно? У нас пока видно только окошко Киоги. Презентейшн слайд, но самого слайда не видно. У меня слайд полностью открылся. Леша, давай тогда, может, ты попробуй, чтобы мы не задерживали. Хорошо. Ну, я, наверное, коротко скажу, что вот вы на слайде увидите... Слышно, да, меня? Да, да, слышно. Вы сейчас на слайде увидите наши все маркетинговые инструменты, которые мы предлагаем нашим участникам. Вот, но помимо, значит, основных наших инструментов, которые являются бесплатными, с нашей гордостью является, это вот уже, как сказала Мария, это база данных, профессиональная база данных. Вот, помимо, значит, основной отрасли нефтегаз, мы также используем смежные отрасли. Это горное дело, строительство, транспорт и логистику, охрана труда и промышленную безопасность. Вот, но лучше, чтобы понимать, кого бы хотел наш участник видеть на своем стенде, мы просим нашего участника заполнить портрет посетителя, чтобы, ну, более точно понимать, кого бы он хотел видеть на своем стенде. И уже в соответствии с предоставленной информацией мы начинаем активную работу. То есть узнаем, что он хотел, что он будет представлять на выставке, какую продукцию, услуги. Может быть, это будет новинка. То есть если это новинка, обязательно нужно сказать об этом. Сейчас, секунду. Анар, ну, давай тогда я вопрос сразу тебе задам, который хотел спросить. Вот сейчас мы видим. Да, слайд. Так, слайд на ссылке, давай тогда переходи к слайду, а я к вопросу вернусь больше. Ну вот, как здесь уже показано, что мы используем, это таргетированные рассылки, то есть мы делаем обязательно сегментированные рассылки по запросу участника, смотря каких именно посетителей он хотел бы видеть на стенде. Это кросс-промо-рассылки, то есть мы также пользуемся кросс-промо-рассылками с нашими компаниями, с нашими смежными выставками, которые проводит компания Hive. Это SMS-рассылки, напоминания, WhatsApp-рассылки. И, конечно же, это телемаркетинг, то есть это более точечный обзвон по компаниям с целью привлечения на выставку. Почтовая рассылка – это, значит, непосредственно рассылка именно первым руководителям, специалистам в отрасли. Ну и так, как сейчас ничего не стоит на месте, мы активно используем соцсети, контекстную рекламу и наружную рекламу. Ну, наружная реклама – это уже непосредственно перед самым событием. Хорошо. Так, вот я вопрос хотела задать, как-то не терпелось, прям мне. Вот теперь подскажи, допустим, компания, участник выставки, зарегистрировалась на выставку или как? Или вот, допустим, сейчас как можно воспользоваться? Нужно обязательно зарегистрироваться на выставку и воспользоваться этим спектром услуг? И кому они доступны? Расскажи, пожалуйста. Ну, данные услуги, они доступны нашим участникам, но мы сейчас также активно и работаем с нашими посетителями ключевыми, то есть компаниями, которые постоянно посещают выставки. То есть мы можем также рассказать, вот как Мария сказала, как они сейчас работают удаленно, что у них бизнес не стоит на месте, какую продукцию они представляют. То есть мы также и нашим ключевым посетителям данную возможность даем. окей, спасибо. И я еще хотела, вот как мы стали говорить о маркетинге и пиаре, я хотела напомнить, что у нас вообще на самом деле сейчас идет розыгрыш. Розыгрыш двух комплектов призов. Двух комплектов призов, которые вчера Леша и Маша у нас активно готовили. Спасибо вам, что вы так оперативно организовали, даже съездили в офис. Призыв очень хороший, проверен на себе. Так что мы их вручим или отправим в почту. Это уже, наверное, Маша решит, как мы это сделаем, в зависимости от того, кто это выиграет. А условия вообще довольно простые. Нужно задать интересный вопрос. То есть призов остается самому интересному вопросу, актору самому интересному вопросу и самому активному нашему слушателю. То есть если вы нам активно пишете, важно, что вы можете какие-то поддерживающие комментарии писать. Что-то вроде «Ребята, вы молодцы, Киоги, это круто». Либо можете написать наоборот. Вот, нехорошие такие, не провели в этом году отраву нефтегаса, мы вас так ждали. Ну, что-то такое, можете нам написать и выиграть приз. Вот, вопросы нам уже активно поступают. Давайте, так, как раз вопрос по безопасности, он к Марине, но я от Курала Кубенова. Но я знаю, что эти моменты будет озвучивать у нас Денис чуть позже, поэтому, Марина, я тебе не буду его зачитывать. Вот, есть вопросы от ProMind из России. Нас благодарят за позитивный настрой и спрашивают, есть ли какие-то онлайн-мероприятия, где можно принять участие до отмены карантина. Вот Маша уже говорила о том, что есть онлайн-платформы, онлайн-вебинары. Может, что-то подробное ты расскажешь, и Марина добавит. Да, конечно. Давай, Марина, давай. Я просто хотела сказать, что вот сегодняшний эфир – это, ну, я очень надеюсь, начало серии каких-то эфиров дальнейших, на различные тематики, и это было основной целью, да. Мы призываем, мы обращаемся с просьбой к нашим участникам для того, чтобы они, как бы, выходили с нами на связь, давали нам, озвучивали нам свои потребности. Компания ProMind. Мы с вами обязательно свяжемся после эфира. Я так понимаю, у вас есть определенная заинтересованность в проведении. Мы будем организовывать такие онлайн-мероприятия на периодической основе, тематики будут разные, и я так думаю, что такие онлайн-эфиры, они станут частью промо-компании событий. То есть в какой-то, может быть, тизер-версии мы будем выдавать информацию и об участниках, и о каких-то новостях с выставки, о том, что нас ждет на выставке оффлайн. То есть да, мы планируем, это будет, и с компанией ProMind мы обязательно после эфира свяжемся. Уточним, в каком бы формате, на какую тему они бы хотели, возможно, провести такой эфир. Мы это планируем. Ну и я хотела бы дополнить то, что помимо каких-то профильных отраслевых вебинаров совместно с экспертами отрасли, либо участниками нашими, мы организовываем вебинары на альтернативные такие нейтральные темы, относительно какой-то психологической поддержки, то есть как вообще, в принципе, пережить карантин без особых стрессов. И всякие сторонние, знаешь, такие сопутствующие, я бы сказала, темы по перезагрузке бизнеса, по тому, как организовать новый продукт, запустить и так далее, и так далее. Все наши вебинары, они доступны на сайте наших событий, вот. Ну и в дальнейшем они рассылаются всем участникам. Поэтому у нас на страничках в соцсетях все это есть, на сайтах событий следите. То, что интересно, конечно, мы всегда рады делиться. Если есть какие-то идеи, запросы, то мы будем стараться реализовать и это. Спасибо. И у нас еще, помимо выставки, есть конференция «Кеогия». Это тоже такое ожидаемое событие. Каждый год много разговоров вокруг этого мероприятия. Вплоть до того, где буквально 3-4 года назад почему-то здесь, в столице, когда я встречалась с компанией, они говорят, а вы в этом году будете проводить «Кеогия»? Конечно, конференцию будем проводить, мы готовимся. А мы думали, может, будем, будете уже проводить. Ну, то есть такие, может, какие-то странные настроения. Но, тем не менее, когда говоришь, что конференция «Кеогия» будет, и мы к ней готовимся, сейчас активно работаем над программой, все реагируют очень положительно и собираются приехать к нам. дают советы, вот как Марина говорила, авторитетные эксперты, коллеги Максу, всегда участвуют, всегда со своими советами. Вот, и поэтому у меня вопрос к Оле, Оле Риммаренко. У нас здесь? Да, я тебя слышу. Оль, привет. Привет, Лена. Так, вот, Оль, подскажи, вот конференция, мы привыкли, что она проходит в оффлайн-формате, это основное такое событие, где можно организовать качественный такой отраслевой, полезный нетворкинг. и многие именно стремятся попасть туда для этого, чтобы установить какие-то контакты, рассказать о себе. Помимо того, что на выставке у нас довольно активная и качественная площадка, такая, как семинарская комната, а сейчас она по-другому, как называется, зона семинаров, но конференция не теряет своей актуальности. Подскажи, пожалуйста, Оль, что ты сейчас делаешь, ты отвечаешь за программу? Соответственно, какие изменения будут в программе, над чем ты работаешь? Ленара, спасибо за вопрос. Касательно программы конференции. Программа конференции, которая планирует выйти в октябре, ее программа будет, безусловно, отличаться от той, которая есть сейчас, потому что мы постоянно работаем над тем, чтобы актуализировать программы, выделять какие-то акцентные темы, которые наиболее остро сейчас стоят перед нашими участниками, которые они хотят обсуждать, говорить на эту тему, решать вопросы. С этой целью, с целью актуализации своевременной программы, мы разработали опросник, краткий опросник, который по результатам регистрации к сегодняшнему эфиру мы разошлем по участникам. И в пользу случаям скажу, что мы очень ждем обратной связи. Она для нас очень важна, потому что наша главная цель – это делать актуально. В целом по программе работу мы ведем на удаленном режиме работы так же, как и в Ели. То есть мы привлекаем спикеров, актуализируем тематики, связываемся с участниками. То есть в целом режим работы у нас абсолютно сохранился. Вот тут в целом. Я прошу прощения, у меня немножко заминка была с интернетом, чуть-чуть не услышала последнее, что ты сказала, но я так поняла, что вы сейчас активно запускаете опросник с целью получить обратную связь по самым интересным темам, то, что можно будет озвучить в рамках конференции. Да, верно. И в остальном продолжаем, да. То есть работа над программой не останавливается, вы готовитесь, все в порядке. Теперь еще такой момент хотела уточнить. Мы все следим за новостями в ВВН-индустрии, и один из таких обсуждаемых моментов – это возможность проведения гибридных мероприятий. То есть офлайн у нас, в офлайн мероприятия интегрируется онлайн какой-то формат. Понятно, что границы, наверное, в осени во многих странах еще не откроются. Соответственно, может, зарубежные участники не смогут приехать. Думаете ли вы сейчас над тем, как их подключить, как им дать возможность участвовать онлайн? Кто ответит – Марина или Оля, или Леша, или Марина. Марина. Микрофон, Марина, микрофон. Вопрос о том, чтобы совместить форматы. Да, он актуален, но мы наблюдаем за ситуацией, и нужно отметить, что сложившаяся ситуация, кризисная ситуация, она дала нам возможность еще раз проверить нашу компанию на быстроту, на оперативность. Мы достаточно оперативно реагируем на изменения, а изменения, которые происходят сейчас, они очень быстротечны. Поэтому я думаю, что технически мы готовы к тому, чтобы какую-то часть мероприятий перевести в онлайн формат. Ну, однозначно, что это не будет полная, как сказать, да, полная трансформация из режима оффлайн в онлайн. Вот, наверное, как-то так. Я, как уже говорила ранее, что онлайн формат, он у нас уже вот, ну, вот по факту, да, он имеет место быть. Это станет частью наших промо-компаний событий. И по факту, так как ситуация будет складываться к сентябрю, к концу сентября, я думаю, что да, это очень возможный и очень вероятный такой момент, что какая-то часть конференции, возможно, даже выставки пройдет в онлайн формат. Отлично. И вот у нас вопрос от слушателей. Будет ли у вас на сегодня в этом году отдельная сессия, посвященная влиянию COVID-19? Ну, дальше говорится о том, что понятно, что это окажет влияние на мировую отечественную и газовую отрасль, поэтому есть, наверное, смысл какой-то обсудить эту тему. Но, Оль, как ты думаешь, под твоим ощущением, это будет отдельная сессия или как-то сделаем каким-то вопросом, отдельным вопросом какой-то? Я думаю, что мы вряд ли будем выносить это прям вот отдельным вопросом, но так или иначе пустим эту тему, то есть она коснется абсолютно, я думаю, что всех вопросов, которые так или иначе будут обсуждаться на сессиях, поэтому мы в любом случае охватим и влияние, и антикризисные меры, то есть как это повлияло на нас, мы обязательно обсудим и придем к решениям. Окей, спасибо, девушки. И у меня теперь вопрос к Нурлану Жумагулову. Нурлан, вы с нами? Вы здесь? Здравствуйте, да, с вами. Здравствуйте, Нурлан, рада слышать вас. И у меня к вам вопрос. Вот вы активный участник всех нефтегазовых, вообще отраслевых мероприятий, как здесь в Казахстане и в Бежом наверняка. Более того, Союзская сервис проводит свою собственную конференцию, Ватрау, которая стала довольно популярной среди отраслевиков. И скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот онлайн-формат или гибридный, мы его еще называем, гибридный формат проведения деловых мероприятий, он станет уже такой полюбившейся практикой после ковид-20-го года? Либо все-таки мы переживем весь этот период и вернемся исключительно оффлайн-режим? Как вы считаете? Ну, мы уже несколько раз проводили мероприятия в онлайн-формате. Ну, впечатления таковы то, что не совсем эффективные мероприятия для бизнеса. Когда вот все-таки оффлайн-встречи, они располагают к общению, бизнес может задать личный свой вопрос заказчикам. Обычно, когда мы проводим мероприятия, мы являемся этот мостом между заказчиками и поставщиками. Общие вопросы, системные вопросы поднимаем. А потом есть возможность вживую пообщаться, задать вопрос. К сожалению, онлайн-формат – это официальная часть, во-первых. Во-вторых, на онлайн таких мероприятиях, к сожалению, люди, которые принимают непосредственные решения, почему-то не присутствуют. Обычные специалисты принимают участие. Хочется, чтобы были руководители, которые послушают, могут ответить, могут там лично пообщаться. Все-таки я за оффлайн-формат. Вкратце так. Хорошо. Спасибо, Нурлан. Подскажите, хотела по вашей конференции спросить, какие у вас планы? Вы перенесли на август или на осень? Когда она будет? Когда нам ждать? Ну, все теперь зависит от настроения этого правительства. Мы запланировали на конец августа в рамках отравой ЛНГС. Посмотрим, поживем, увидим. Возможно, перенесем на следующий год. Просто все равно сознание людей, они сейчас боятся принимать участие на тех площадках, где более 300 человек присутствует целый день. Мы боимся того, что не соберем ключевых спикеров, ключевых людей, которые принимают решения. Просто для галочки проводить тоже не хочется. Ну, посмотрим. Надеюсь, к этому моменту ситуация улучшится, найдется лекарство, антивирус. Вакцину разработать? Да. Надеемся. Нурлан, приветствую. Рад был тебя слышать. Приветствую, Дакер. Вот. Дауржан обозначил себя, с нами поздоровался. Мы рады слышать вас, Дауржан. И хотелось задать сразу вам вопрос. Да, Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Дауржан, подскажите, у вас вот журнал «Акалкинес», вы душой болеете за него, я знаю, всегда работаете над тем, чтобы он был лучше, красивее, сейчас активно представленный в социальных сетях, всегда ловите такие актуальные темы, как началась история с ковид у нас в Казахстане, мы тут же организовали интервью с врачом, это очень приятно, и подскажите, что вы сейчас делаете, может, какие-то у вас новые идеи возникли, вот все овинулись в онлайн, а вы как себя ощущаете? Ну вот, Жанна, спасибо большое за интересный вопрос, вот я полностью в солендаре с Нурланом, да, сейчас наблюдается большое количество всевозможных вебинаров, вебинаров, да, даже вот если вы заметили, куча мемов с обезьянками, да, баянных таких показывает, за что, мол, держись, еще один вебинар, да, ну то есть это не зря появилось, потому что действительно очень много вебинаров, очень большое количество всевозможных онлайн встреч, конференций, да, я не знаю, как это можно назвать, которые сильно, скажем так, пересыщают контентную составляющую, наверное, сетей, и зачастую, как Нурлан, вот мой коллега, мой друг, тоже отметил, ключевые игроки, спикеры не полностью отдаются или не участвуют в такого рода мероприятиях, и немножко формализованы и для галочки проходят большинство вот этих мероприятий, я не скажу, что прям все, но, на мой взгляд, некоторые вещи, они действительно не раскрывают того, что, к чему мы привыкли, да, то есть это оффлайн общение, это контакт взглядов, это голос, интонация, это все нужно видеть глазами, а не просто смотреть в экран, и я все же тоже испытываю двоякое чувство в рамках карантина, первое, это то, что у меня невольно сбылась детская мечта о таком состоянии, которое я даже сам не предполагал, что произойдет, потому что я когда-то давно еще в школе читал графа Монте-Кристо, где узник замка Ив невольно оказался, да, в каких-то вещах, я, конечно, не хотел бы сравниться именно с этой аналогией, а в том плане, что на тот момент мне такая мысль посетила, вот бы на месяца два остаться в таком замкнутом пространстве и никуда не ходить, ничего не делать, а там только заниматься чтением, чем-нибудь еще, и получилось, что в какой-то форме вот эта мысль, она трансформировалась в реальность именно через вот такой карантин. А польза же она в том, что действительно получилось разобраться в текущие учения, отделить зерна от клевел, выстроить правильную какую-то стратегию, получилось спокойно, без нервов, сверцвать итальянский номер. Мы там как раз расписали про хороший кейс Эни, какой вклад они делают для развития человеческого капитала, и там такой интересный кейс получился. И достаточно комфортно работают в таком формате для, скажем так, моего рода бизнеса. Конечно, это нехорошо для 99% других компаний, которые должны взаимодействовать с рынком, должны в режиме реального времени работать. Но как раз таки вот этот момент тоже мне в какой-то момент появляется предел потолок, в который я упираюсь, потому что долго находиться в таком формате нельзя, нужно выходить в свет, нужно распространять журналы, встречаться с клиентами, с людьми, с компаниями. Поэтому я надеюсь, что 11 мая карантин все-таки завершится, и мы все друг друга наконец-то увидим. Окей. Спасибо. Вот, Должан, вы такой активный человек, ваша активность даже проявляется здесь. Вот мы сидим все онлайн, разговариваем, пытаемся слушать коллег и погружены в это общение, а вы еще параллельно успеваете нам в соцсетях задавать вопрос. Вот ваш вопрос касается того, что вдруг не все прилетят на мероприятия, на Киоге, будут ли приниматься какие-то меры. Но частично уже Марина ответила на это, потому что возможность будет проведение каких-то гибридных форматов. А я теперь хотела этот вопрос немножко переначить и задать его вам. Полетите на Киоге, если будет все в порядке, разрешат летать. Но вот как Нурлан говорил, что может будут какие-то опасения личные, все равно, наверное люди не будут чувствовать себя столь комфортно и свободно в аэропортах, в самолетах. Ну смотрите, 9 лет уже, как я участвую на Киоге, и мне, как медиапартнеру Киоге, всегда приятно, всегда хочется присутствовать и принимать активное участие на всех видах конференции, кассервис, Киоге. Это такие тематические классные профессиональные площадки, где ты действительно встречаешься с большим количеством старых друзей. Это такая карусель, где ты видишь одни и те же лица, но они всегда, несмотря на то, что ты их знаешь давно, они всегда делятся чем-то новым. Это новые лица, с которыми ты знакомишься и расширяешь свой круг. И я считаю, что это очень классная штука. Конечно, жалко, что вы теперь поделились козэнерджи годы, четные и нечетные. И отвечая на вас вопрос, да, если все будет хорошо, если отменят, если что-нибудь не придумают, не ужесточат правила полета, там, справки, эти анализы, то я, безусловно, буду рад всех вас увидеть и принять активную участие, потому что освещать Киоге для меня всегда приятно. Мы тоже надеемся, что мы все-таки все увидимся на Киоге. И еще я буду просто... Спасибо вам, Должан, за ответ. И еще один человек, которого я буду просто счастлива увидеть на Киоге, это Раушанна Изабаева. Я рада, что ты вернулась в эфир. Как в Атрау, вот вы чуть-чуть позже вступили в состояние карантина, чем мы. Ну вот как ты себя ощущаешь? Ты периодически пишешь в социальных сетях, что у тебя бурная, активная жизнь, как мама четверых детей еще, и успеваешь работать. Вот. Как ты себя чувствуешь? Расскажи буквально в двух словах, а потом я тебе задам такой другой вопрос. Я вот сейчас сразу замечу, вот к тому, что сказал, Должан был в меня. Я, к сожалению, к огромному не могу похвастаться тем, что я 9 лет посещала Киоги, но познакомившись с вами в 2018-2019 годах, я поняла, как много я теряла на самом деле, и что все самое интересное как раз здесь происходит, и самые важные решения вообще в целом для рынка происходят здесь. Поэтому для меня это открытие, и я, конечно же, с удовольствием, как, ну, то есть я не могу не поехать. Либо я, либо Ассулбек. То есть от Петрокансла до нашей. По поводу того, как проходит карантин, знаешь, я была вот буквально за неделю до начала карантина была в Амстердаме, я прилетела и первое, то есть я простыла по дороге, ну, это было просто лёгко-простуда, прилетев сюда, я поняла, как хорошо находиться даже не в Алматы, не в Астане, хотя я рождённая в Алматинке, прожившая много лет в Астане, как хорошо находиться в Атарау, потому что здесь так тихо, спокойно, так по-домашнему, уютно, и я до сих пор наслаждаюсь этим, потому что в Атарау я отдельно благодарна за эту возможность оставаться мамой и профессионалом одновременно, я думаю, ты понимаешь, как это сложно в больших городах, ты знаешь, что такое там, как стоять в Астане, и никакие там тренировки не могут вообще, ну, ты об этом даже не можешь думать, а здесь мне вот этот небольшой город, компактный, при этом с огромным концентратом буквально профессионалов мне помогает наслаждаться жизнью в самый такой сложный период, когда дети еще маленькие и нужно успевать возить их везде, я, конечно, скайпую. Ну, и карантин, если честно, на нас вообще сильно не сказался, я давно уже сторонник всевозможных технологий использования, я давний, ты знаешь, агитатор того, там часто со мной спорят, что может быть не надо все так в социальной сети, может быть не надо все так слишком прозрачно, надо, это неизбежно, это необходимо, и мы все должны к этому как можно быстрее перестариваться, поэтому я сейчас кайфую наоборот от того, что наконец-то со всеми я могу проводить встречи онлайн, и никто не жалуется, ты не уважаешь, не пришла, не приехала, это такая классная не экономия даже времени, а ситуация, время, когда ты более эффективно его используешь и более качественно, поэтому на мне сильно это не сказалось, мы продолжаем также работать, то есть активно активничать в Петро Каспо, кстати, я бы, я вот к сожалению не все послушала, я прошу прощения, у меня мы еще и в этом году исполняем нашу мечту организовать поступление в колледж ОПЕК только онлайн, то есть как прежде, то есть от нас государство, то есть стандарты министерства образования требовали проведение полноценного экзамена, но благодаря, я бы сказала, коронавирусу мы сейчас сделаем все онлайн, и это давно необходимая вещь, она, опять же, позволяет делать все прозрачно, все можешь доказать, никаких вопросов не может возникать, и плюс это необходимость в свой экзамен в Нью-Йоркский университет я сдавала, сидя в Астане в 6 утра, и это вообще не было никакой проблемы, также, мне кажется, мы должны учиться тоже работать. спасибо тебе за такой взрыв оптимизма в нашей нашей эфире, да, я хотела тебя спросить, вот, помимо того, что вы там, пособие, как бы, участвуют в мероприятиях, представляет Петро Канцелл сейчас, вы еще, помимо этого, проводите свою конференцию, вообще, оправдана организация собственных мероприятий, достигаете ли вы своих целей? Я, в принципе, не отделяю ивенты от любого другого канала трансляции своих, ну, то есть, информационного потока. Для меня Петро Канцелл и вообще вот возможность работы с нефтегазовым сообществом это именно работа с society, building your society. И делаем либо это через социальные сети, либо мы это делаем при личных встречах, либо мы это делаем через вебинары, вообще не имеем никакого значения. Самое основное это достигать цели. Мне, кстати, вот сейчас говорили о том, что не все онлайн-мероприятия являются эффективными, я бы, наверное, даже поспорила, потому что последние встречи, которые проводили КАС-сервис, собирая от Амикен, собирая там были все стейхолдеры и Минфин, то есть это было, мне кажется, очень эффективное мероприятие, и после этого еще и совместно провели с Петро Канцел, и те изменения, которые они очень оперативно теперь стали вноситься, благодаря именно вебинарам, благодаря возможности на площадке онлайн объединить Алматы, Астану, Атарау, любые другие города, причем в таком сжатом графике, но сейчас у нас есть это возможно, не нужно витей, не нужно организовывать встречи, соответственно, работа более эффективная пошла. То же самое, мы организовали вебинары, я честно скажу, также для того, чтобы удерживать, чтобы мы оставались со сайта, чтобы наше общение не прекращалось, поэтому мы исходя, то есть продумывали серию вебинаров, исходя из того, чем мы можем быть сейчас полезным, и мы организовывали HR, как наладить работу, чтобы не было завтра судебных подбирателям. Мне кажется, мы очень хорошо организовали ивент по поддержке той работе, которая сделана от PSA, Минэнерго, по поддержке местных компаний и местных служебных. То есть я считаю, что семинары были полезны, не только я считаю, я бы сразу подтверждала все цифрами, мы же digital marketing, слава богу, сейчас позволяет все делать очень, ну, мы видим результаты, мы видим, что у нас там вебинар с PSA собрал на каждой площадке по 2-3 тысячи человек, то есть общий сложный почти 6 тысяч человек, смотрели, изучали, после этого спрашивали, просили выдержки краткие, но это говорит о том, что он был востребован, он был нужен. Я бы поспорила, что может быть часть вебинаров, то есть я вижу, например, celebrities проводят вебинары, я помню, я послушала, хотела что-то там полезное для здоровья послушать у Динары Саджан и буквально через 10 минут я отключилась, потому что контент мне не понравился, может быть, поэтому создается впечатление, что слишком много, но для той аудитории, которая ищет каких-то конкретных вещей, всегда полезное есть. то есть нужно избирательно подходить, находить полезные площадки и тогда ты понимаешь, в какой ситуации ты относишься и какая площадка тебе ближе и понятнее и полезнее. Как вот естественный отбор происходит. Спасибо, спасибо, Равшан, я очень жду встречи нашей, если будет будет отрав, вот Далжан, Нурлан сказали, если не таких ужесточающих мер не будет принято, то я надеюсь, что мы встретимся сначала в отрав, а потом на Кеоге, так что я надеюсь, Женара, что раньше встретится, чем в августе. Да? Ладно, ты потом мне напиши, какая у тебя там идея возникла. Хорошо. И Равшан сейчас очень подвела хорошо к теме IT ресурсов, каких-то диджитал инструментов в рамках мероприятий я хотела спросить у Алексея теперь нашего Ана Шпикова, IT-директор, какие фишки вы будете использовать на мероприятиях нефтегазов, вообще на мероприятиях ИТС, какие IT-достижения будут вам помогать в этом. Расскажи, Леш. Здравствуйте все, добрый день. Еще раз, да, поздоровался. На самом деле, как бы, идей у нас много, воплощение, как уже предыдущие спикеры, мои коллеги говорили, сейчас перенасыщение рынка вебинарами, всякоинформационными полями, но тем не менее на выставке, то есть, когда face-to-face мы что-то организовываем, там другие инструменты будут задействованы, естественно. Ну, мы планируем как бы запустить что-то такое, чтобы возможно было на уровне кабинетов обмениваться контактами, необходимой информацией, да, не таскать с собой много макулатуры или раздатки, то есть, чтобы это все было в электронном виде комфортно и удобно, но это надо будет делать непосредственно в оффлайне, то есть, все равно нужно будет поговорить и заинтересоваться чем-нибудь и, соответственно, совершить какое-то ключевое действие, которое обменяет потом данную информацию. Также я хотел бы заметить, что как бы все вообще современные навороты, любые, которые как бы мы не хотели, они так или иначе зависят от регистрации. И вот это как бы ключевой момент во всем, то есть, когда мы хотим соединить людей на мероприятии, соответственно, мы знаем участников, мы знаем посетителей, вот нужно зарегистрироваться, будет зайти в кабинет, и в кабинете уже увидится вся информация. Также это очень сильно облегчит все пути входа на выставку, я сейчас говорю про посетителей, например, да, заранее зарегистрировавшись, можно сразу пройти, минуя всякие барьерные вещи, то есть, не надо будет проходить дополнительную регистрацию, соответственно, можно будет соблюдать дистанцию социальную, как ее сейчас называют, да, в период карантина, то есть, не толпиться, не заполнять бумажки и так далее, то есть, это очень-очень выгодно, и я думаю, сейчас все пользуются современными сервисами, и понимают, насколько это выгодно, экономит их время, пользу и так далее, то есть, даже те же самые главная безопасность, сейчас вот это, безопасность, да, абсолютно верно, вот про перелеты, у нас недавно была дискуссия на соседнем мероприятии, она называлась «Влияние ковид на авиационную отрасль», и там, собственно говоря, господа из авиакомпаний и ассоциации авиационных, они рассказывали, как это будет все происходить, ну, вот уже сейчас начались перелеты, как это будет в будущем, так что, если вам интересно, посмотрите, запись трансляции есть у нас и в Facebook, и в YouTube, вот, там на многие вопросы есть как бы ответы, то есть, можно ли будет прилететь, не можно будет прилететь в сентябре, в том числе, я думаю, мы ответим это в будущих эфирах, ну, вот такую затравочку я дал, вот, поэтому, конечно, очень-очень много всего мы сейчас делаем, но, опять же, как сказала Гульнас, да, по работе с кабинетом участников, то есть, у нас он уже есть, он существует, принципиальный подход к нему мы поменяем в этом году, то есть, он будет существовать один раз зарегистрировавшись, то есть, один раз поучавшись, участник поучаствовавши в выставке может пользоваться кабинетом всегда и получать полезную информацию, в том числе, там, какую-то статистику, что его интересовало, или он даже не участвовал в мероприятии, но он увидит какую-то небольшую аналитику, да, по его направлению или его индустрии, или его, тому, что ему интересно, вот, ну и соответственно, там можно будет взять все необходимые документы, как говорила Гульнас, да, счета договора, закрывающие документы, там, сертификат участника, или что, что-то с этим связанное, так что, ну, планы у нас вот такие, более подробно мы скажем позже, когда уже запустим не в тестовом режиме, а в такой, в боевую сферу, да, такую, как-то так. Хорошо, будем следить за новостями в социальных сетях, я желаю тебе успехов, Леш, и поскорее запусти уже все свои идеи, мы очень ждем. Обязательно. И еще теперь, вот мы так, все органично у нас все происходит, и мы пришли к теме уже, начали с того, с чем занимается нефтегазовый департамент, затронули программу, деловую часть, поговорили с нашими участниками, и дошли уже до выставочных павильонов. Сейчас Леша сказал нам кратко о том, что, как будет происходить регистрация, резюмируя, хочу отметить, что не нужно идти за Бенджиком в павильон, проще зарегистрироваться онлайн на сайте, распечатать бумажку и с ней прийти уже и посещать выставку. Это самый простой и безопасный вариант. Но на этом новшества наши не заканчиваются. Очень много вопросов нам поступает сейчас вот в рамках нашего эфира как раз таки по безопасности во время проведения мероприятия. В частности, пишут о том, сколько, будут ли какие-то предпринятые меры помимо санитайзеров и масок. Поэтому эти вопросы я хотела бы адресовать Денису Пивоварову. Денис, вот расскажите сначала о мерах безопасности, а потом мы уже перейдем к вопросу о о том, как дизайнеры стендов и вы можете помочь сохранить бюджет наших экспонентов. Вот первый вопрос по безопасности. Пожалуйста, Денис, слушаем вас. Добрый день, меня слышно? Слышно, прекрасно видно, рады вас видеть и слышать. Всем доброго здоровья, хорошего настроения. Значит, ну так, коротко расскажу. я хотел бы ознакомить вас с теми мерами по защите здоровья и благополучия наших участников, которые наша компания и ТЭСа в будущем предпринимет, начиная уже, я думаю, со следующего сезона. Значит, нами был разработан и будет внедряться план, состоящий из шести пунктов, которые призваны максимально обезопасить наших участников. То есть, как участников, так и посетителей от возможных угроз, связанных с этой текущей эпидемией. Значит, ну, кроме пассивной защиты в виде буклетов, там, плакатов и прочей-прочей, значит, наглядной информации, которая будет развешиваться, естественно, большая часть пунктов это защита активная. Первый пункт основной, значит, он будет состоять в чем? на входах выставочные залы мы будем устанавливать инфракрасные измерители температуры, которые, ну, подключаются, естественно, к компьютерам, и они в реальном времени онлайн способны даже в достаточно плотном потоке людей, как, ну, например, на открытии выставки, ну, или просто перед входом, неважно, они способны отслеживать отдельных и показывать отдельных людей, температура тела которых значительно выше нормы. Соответственно, специально обученный персонал будет выявлять и блокировать им доступ в павильон, сообщая о данной угрозе, что вот, ну, извините, дорогой, но у вас температура высокая, вам нужно обратиться в медучреждение. Вот, таким образом, значит, предотвращая, ну, доступ их в павильон. А паники не произойдет в это время? Ну, я так думаю, что нет, потому что это будут специально обученные люди, они будут это делать аккуратно, они же не будут бежать, размахивать руками и так далее, они не будут в каких-то специальных там, вот этих вот костюмах химзащиты, все это будет очень аккуратно, все это будет очень сдержано. Вот, значит, вторая мера, ну, то есть, это вот как бы это основной момент, то есть, предотвратить, предотвратить доступ прежде всего в павильон, возможно, зараженных людей. Вторая мера, это, понятное дело, санитайзеры, то есть, санитайзеры, причем, кроме индивидуальных, которые мы будем раздавать, ну, обычные для рук участникам, мы также уже закупили и будем устанавливать санитайзеры стационарные, в наиболее оживленных и часто посещаемых местах, ну, то есть, чтобы человек в любое, вот, в любое время, допустим, ну, вышел куда-то со стенда или там на переговорах, забыл свой санитайзер, он мог, ну, очень быстро где-то найти установленный в павильоне и, скажем так, там быстренько руки обработать, то есть, они будут у нас устанавливаться, понятное дело, в зонах регистрации, возле санузлов, возле кафетериев, возле офиса организаторов, в семинарских залах, ну, то есть, в таких местах, где, значит, это будет максимально нужно. Вот, ну, понятное дело, одноразовые маски и перчатки, это тоже мы рассматриваем, то есть, и их раздачу, вот, и, значит, следующий, четвертый пункт, это уборка, то есть, уборка будет теперь, понятное дело, это не будет обычная влажная уборка, как это было всегда, то есть, уборка будет также осуществляться один раз в сутки, ну, чтобы никому не мешать, но это будет уже, конечно, более, гораздо более серьезное мероприятие с серьезным уровнем санобработки. И пятый пункт, это у нас, значит, сейчас мы его прорабатываем, возможность установки больших, таких серьезных систем обеззараживания воздуха, они монтируются прямо в систему вентиляции павильонов, ну, то есть, они есть различные, понятное дело, то есть, есть маленькие, для маленьких помещений, такие мы тоже, скорее всего, будем использовать, ну, например, для тех же семинарских комнат, объем которых, ну, не превышает 100 кубометров, очень легко устанавливаются, они могут работать круглосуточно, то есть, и во время нахождения там людей и никому не будут мешать, они не дают никакого запаха, ни звука, ничего, но эффективно обеззараживают воздух, то есть, борются с бактериями, с вирусами, ну, абсолютно со всем. Вот, что еще у нас есть? Ну, и разумеется, к активным мерам противодействия мы также причисляем моделирование функциональных зон стенда, которые, значит, с использованием медицинских рекомендаций мы вот разработали. И, значит, дополнительные защитные элементы на стендах как для индивидуально конструируемой мебели, так и для типовой, которую мы используем на модульных стендах. Сейчас я попробую включить слайд и покажу вам, как это выглядит. Видно? Да. Видно. Вот, значит, ну, как вы видите, меры достаточно простые, то есть необходимые самые обыкновенные прозрачные барьеры, которые мы будем изготавливать и предлагать для установки на информационные стойки, на самые обычные столы, квадратные, круглые, там, без трон, неважно. И, разумеется, это, что важно еще в такой ситуации, это выдерживать расстояние. То есть расстояние, ну, достаточное для того, чтобы не заразить человека. Вот. Причем, возможно, что мы даже будем людям рекомендовать наносить какие-то маркеры на пол, вот как вы видите, чтобы можно было, ну, чтобы люди могли видеть, что, например, вот это место, с которого безопасно говорить. Вот то место, то есть, если, допустим, стендист занят общением с другим посетителем, соответственно, еще один человек может вот в этом месте, в каком-то определенном, которое будет промаркировано, подождать, пока, значит, освободится его, значит, ну, очередь. Ну, вот примерно так выглядит, ну, такой какой-то умозрительный вот дизайн стенда, как это могло бы быть. Понятное дело, что в данном случае нарисован полуостров, но стенд может быть там и линейным, и угловым, не имеет значения. Вопрос именно, значит, вот именно как бы моделирование вот этих самых функциональных зон. то есть, как должен выглядеть ресепшн отныне, ну, вот в нашей новой реальности, как должны выглядеть зоны для переговоров в нашей новой реальности, зоны экспонирования каких-то, значит, вещей и так далее. Вот. Все это может спокойно и будет работать, ничего страшного, мы не видим. Все, в общем, реализуемо, все это примерно так мы себе, и мы будем рекомендовать компаниям, вот и застройщикам, и нашим официальным, и, значит, всем сторонним застройщикам мы будем рекомендовать примерно вот такую вот, значит, систему работы. Ну, вот в целом, в общем-то, я думаю, что все. Хорошо, спасибо, Денис. А если есть, Денис, вопросы, пожалуйста, пишите нам. Если у наших спикеров, которые сейчас участвуют в эфире, есть вопросы, тоже можете анонсить. И следующий вопрос не к вам, это я хотела спросить о том, что все-таки участие, львиная доля бюджета, участие в мероприятии, это затраты на стенд, на его строительство. Сейчас многие компании рассматривают возможность сокращения бюджета. Что бы вы могли рекомендовать, как профессионал, который уже много лет работает в этой индустрии, что важно на стенде, и что неважно, как можно его удешевить, но при этом прилично выглядеть в рамках выставки. Тут очень многое зависит от, скажем так, от того, что хочет участник получить и что он хочет показать. Поэтому я так думаю, что так общими словами здесь не скажешь. Мы готовы, и мы будем общаться по этому поводу с каждым клиентом индивидуально. То есть практически каждый стенд стараться прорабатывать. Не просто, скажем так, принимать заказы, что вы там прислали, заказали какую-то мебель, а замечательно, хорошо. Теперь, понятное дело, будем стараться мы каким-то образом рекомендовать. То есть прежде всего выяснить, что хочет участник показать, что он хочет получить. Прежде всего и, соответственно, от этого именно сконцентрироваться именно на экономии. То есть может быть что-то лишнее, может быть от какой-то части мебели можно будет избавиться или услуг, которые в данном случае могут быть неэффективны. Но это все очень индивидуально. Также, ну что еще? Ну, понятное дело, у нас как бы есть свой собственный застройщик, который разработал линейку цен. Вот я также вам сейчас ее покажу, определенную под какие-то разные стенды. Вот. То есть, ну, это именно примеры и как бы как сказать, вилка стоимости по каким-то определенным решениям. Это тоже, мы считаем, что это позволит участникам ну как бы определиться и понять, что, ну, на самом деле не всегда дешево это плохо. То есть можно за достаточно вменяемые деньги построить хороший, причем очень такой яркий стенд. Вот. Ну, собственно, наверное, все. Спасибо, Денис. Очень было понятно, и вот я не зачитывала вопросы, которые приходили нам от наших слушателей, потому что они вот касались вашего выступления, и вот на все эти вопросы своему выступлению ответили. И я хотела задать вопрос Бузель. Бузель, вы здесь с нами? так, Бузель. Так, Бузель, видимо, не подключилась еще. Она говорила, что могут возникнуть технические моменты, и поэтому пока ее нет. Ну, что ж, коллеги, то, что мы планировали в рамках нашего сегодняшнего онлайн-мероприятия, мы практически все обсудили, и я сейчас посмотрю, поступили ли у нас еще свежие вопросы. Вот, когда после выступления можно... вопрос задать. Конечно, я же говорю, можете. У меня такой вопрос, как, если вдруг на какой-то компании будет сложность с... на границе, например, сложно привезти сюда. Какие-то есть решения, продумывали ли решения, что можно виртуальной реальности как-то презентовать? В рамках выставки ты имеешь в виду? Или на выставке? В рамках выставки. Денис, мы можем какой-то виртуальный space предоставить компании? Ты имеешь в виду предусмотреть в павильоне какую-то площадку для тех компаний, которые не смогут приехать? Я думаю, что да, и формат, как это будет выглядеть, мы разработаем. То есть, видимо, какая-то интерактивная среда должна быть, чтобы они могли иметь возможность общаться с людьми вот именно как бы в реальном времени? Я думаю, да, почему нет? Если будут такие запросы, мы это сделаем, не вопрос. То есть, технические возможности у нас есть. Плюс еще как бы существующий формат на выставке у нас есть вот эти семинарские зоны, их тоже можно использовать именно для этого. То есть, вот, Айна, Каспийский тревопроводный консорциум, мне кажется, успешно поддерживает эту зону. в Атерау на протяжении последних двух лет, вот, в августе третий год состоится, дай бог. Вот, и мне кажется, вот эта зона по формату, она как раз то самое место. Супер. И семинарская зона будет работать, да? То есть, рассадку там менять не будете? Будет работать. Ну да, ну вот, как Денис озвучил, есть дополнительные меры, так сказать, для предотвращения очистка воздуха, вот, возможно, мы будем их увеличивать по площади для того, чтобы дать возможность более свободно соблюдать эту социальную дистанцию. Ну классно, очень оптимистично, супер, мы тоже готовимся. Равша, я не удивлюсь, если мы увидим на Киоге, если ты вдруг, ну, не дай бог, не сможешь прилететь в виртуальную Равша, в галлографии, 3D-формат, и у нас был вопрос к Лёше, Лёш, ты с нами? Алексей? Да, 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 да. Буквально после твоего выступления у нас спросили, есть ли какие-то технические требования к кабинету участника, или можно ли увидеть демо-версию этого кабинета. Да, демо-версию увидеть можно, для этого, ну, собственно говоря, запрос уже поступил, если мы, это наш участник, и мы знаем, откуда он и кто непосредственно, то мы вышлем ему новый код с новой ссылкой, и он сможет зайти в новый кабинет и посмотреть возможности, которые существуют сейчас, вот на данный момент, да, то есть те возможности, которые, как бы я озвучивал, они перспективные, они появятся, ну, в ближайшее время, я думаю, до ближайшего осеннего сезона мы успеем, но, опять же, повторюсь, смотрите, кабинет участника и кабинет посетителя теперь будет работать на него все время, то есть он работает до, для вноса информации необходимой, да, и получения каких-то консультационных услуг, в том числе, например, технических и так далее, то есть получения каких-то рекламных материалов, он будет работать во время выставки непосредственно, это как раз для взаимодействия с посетителями, и он будет работать после выставки, то есть после выставки можно будет забрать оттуда документы, там, посмотреть, какие были взаимоотношения там, между, да, соответственно, нами, компанией, ТЭСА, и участникам, то есть какие документы есть, может быть, там, я говорю, забрать какие-то сертификаты участия и так далее, то есть посмотреть список сотрудников, который был на выставке, предположим, ну, сотрудник сменился, ему интересно, как это происходило в прошлых годах, да, то есть всю эту информацию, она будет накапливаться и, соответственно, она, всю информацию, которую мы знаем об участнике, мы будем показывать в этом личном кабинете, включая и историческую информацию в том числе, то есть, ну, там, за семнадцатые года, за шестнадцатые, за которые у нас есть, то есть, ну, я думаю, это будет полезно всем абсолютно, и как и нам, так и участникам, всем нашим клиентам, и посетителям в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok, спасибо, и еще у нас вопросы есть, да, уже, ну, лан, так, Гузель подключилась или нет, Гузель так и не подключилась, Айна, тебе есть что сказать? Женар, да, совсем, не совсем понял, это вопрос был? Да, ну, есть, вот, в результате нашего сегодняшнего обсуждения, может, у вас какие-то вопросы, предложения, появились? Смотрите, у меня, у меня, у меня прямо такое конструктивное, прикладное, да, предложение созрело в голове, мы сейчас готовим, мы сейчас готовим новый номер, который будет выпускаться на май-юнь, да, 18 номер, и я хотел бы сделать такой небольшой опрос под таким условным названием «Жизнь после», да, и как раз таки вот я себе записал, как специалисты или там профессионалы и отрасли, да, могут прокомментировать проведение тех же самых ивентов, да, вот здесь Алексей и Денис рассказывали про бюджет, рассказывали про вообще измененные форматы, будущего, и если кому-то из сегодняшних участников это будет интересно, принять участие в этом вопросе, я вас всех приглашаю, и мы можем выборочно какие-то мнения собрать, и потом в статье это как-то красиво оформить и показать рынку, как, чего ожидать вот после вот этого, после завершения карантина в преддверии больших вот этих мероприятий, которые запланированы на осень, окей, я думаю, мы все поддержим, да, коллеги, как вы считаете? да, давайте, с удовольствием, спасибо, да, уже, ну, как всегда, полезно и вовремя озвучили, у кого еще есть какие-то мнения? Ну, все, тогда не буду вас задерживать, мы уложились прям в такой тайминг, прям тайминг у нас был, стал онлайн-онлайн, обычно говорят, онлайн-мероприятие должно быть не более двух часов, а у нас прям аккуратно полтора часа, и у нас осталась такая ответственная часть, очень приятная, мы все-таки, у нас состоялся розыгрыш, мы сейчас подведем итоги, но я хотела бы сказать, что у нас, наши слушатели были активны уже еще со вчерашнего дня, когда эфир не начался, мы анонсировали, и уже тогда люди писали свои вопросы, я хочу сказать, что они касались не темы сегодняшнего мероприятия, а касались более таких отраслевых моментов, я хочу успокоить и объявить, что мы обязательно их обсудим, вот Марина вначале говорила о том, что онлайн-мероприятия станут хорошей традицией у нас, и поэтому мы проанализируем все вопросы, и уже следующее онлайн-событие у нас будет посвящено какой-то теме отдельной отраслевой, нефтегазовой, возможно, мы будем обсуждать подготовку кадров, возможно, мы будем обсуждать, как сейчас живут нефтесервисные компании, возможно, мы будем говорить о нефтедобыче, мы обязательно это обсудим, проконсультируемся с нашими отраслевыми экспертами и сообщим вам об этом. А теперь, Марина, пожалуйста, у нас тут параллельно, мы чуть-чуть вот так вот все в эфире, видно, что мы куда-то поглядываем, у нас тут есть внутренний чат, и мы сейчас определяем наших победителей, Марина, тебе слово, пожалуйста, Ну, скажи, кто у нас был. У нас определился победитель в номинации самый активный участник нашего эфира. Это у нас, он успел задать нам много вопросов, Курал Кубигенов. Вот, поэтому мы попросим Курала, чтобы он нам оставил свои все явки, пароли, точные адреса, чтобы мы смогли сразу, как появится возможность отправить вам наши сувениры. Так вот. И? И получается, у нас была вторая номинация за самый интересный вопрос. Ну, вот тут давайте. У нас есть еще один активный участник, Диас Чокин. Вот, ну, вот я предлагаю Диасу тоже отправить наш сувенир. Так, значит, еще раз благодарим наших активных слушателей, Курал и Диас, за ваши вопросы. Пожалуйста, не теряйтесь, напишите нашим менеджерам. Сейчас, наверное, я просто не могу наблюдать, что у нас происходит в Фейсбуке и на YouTube. Там наши менеджеры оставят свои контакты, и потом слушатели должны будут связаться с ними. Я правильно понимаю, Дюксей? Лёш, скажи, пожалуйста. Вы знаете, все контакты есть на сайтах, на сайте Киоги, без проблем. Вы можете связаться со всеми сотрудниками, которые сейчас в эфире. И мне кажется, так будет проще, чем в чате или где-то оставлять. То есть лучше всего связаться по контактам, которые есть на сайте Киоги и ОЛГАСКИИЗ. Хорошо, спасибо. Так, Диас, Курал, мы вас поздравляем еще раз. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами на сайте Киоги. Есть все контакты. Если возникнут какие-то вопросы, еще вдруг вы не найдете, то вы обязательно, ну, если совершенно просто, можно нас обнаружить в Фейсбуке, в Инстаграм, есть наши аккаунты. Пишите туда в личном сообщении, либо комментариям, мы поможем вам. Спасибо, коллеги. И от себя я хотела еще сделать такие небольшие презенты всем, кто сегодня, наши гости, которые принимали участие в нашем онлайн-эфире, это Нурланджа Магула, Пайна, Ралшанна Изабаева, Гузель Таипова и Дауржан Амкамбай получают от меня такой приз. Это курс, обучающий курс по креативному письму. Его буду преподавать не я, есть профессиональный журналист, сертифицированный тренер, который может обучить написанию текстов во всех жанрах, которые могут быть. Поэтому я передам обязательно эти сертификаты, можете воспользоваться сами, можете передать кому-то, подарить. Так что я вас благодарю, благодарю коллег, очень рада была вас всех видеть. Спасибо, Жанар. Спасибо большое. Спасибо. Всем огромное спасибо за время и за участие. Спасибо. Желаю вам добра и самое главное здоровья. Оставайтесь в безопасности. До встречи на наших оффлайн мероприятиях. До встречи. До встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Всем пока. Пока-пока.